здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания я ее ведущий эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы поговорим о человеке которого знают все во всем мире человеке неоднозначном человеке который сделал очень много положительного но к сожалению во времена его правления было много отрицательных моментов почти месяц назад исполнилось 88 лет михаилу сергеевичу горбачеву давайте поговорим о нем о его правлении и можно ли было остановить развал советского союза единственная просьба всем кто будет звонить держать себя в руках быть корректными спасибо наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 847 4 2 0 5 2 0 и так михаил сергеевич горбачев гена твое мнение давайте сначала я хочу принесли извинения за мой голос я немного приболел поэтому ну потерпите немножко значит скажем о том что 2 марта 31 года в селе привольное родился михаил сергеевич горбачев человек с абсолютно русским лицом с известным родимым пятном на лысой голове об этом все знают и даже где-то иронизируют пятый генеральный секретарь цк кпсс и первый и последний президент советского союза я к нему отношусь лично я и даже семья моя и эдик я думаю относимся к нему очень положительно я его считаю великим человеком по трем причинам обосную только три причины первое он дал свободу советскому человеку второе он дал свободу еврейскому народу и отпустил его на в землю обетованную и третье что для меня существенно для человека который служил советской армии это он закончил афганскую войну и тем самым сохранил тысячи молодых жизней хотел бы еще задать вопрос всем нашим радиослушателям считаете ли вы правильным то что горбачев дал свободу советскому человеку может быть советскому чего я бы я бы немножко поправил советскому человек я имею ввиду вообще людям живущим советском союзе бы просто совет советский человек это такая формулировка немножко может быть почему советский человек это новый человек до советскому человеку нужна ли ему была эта свобода вопрос в том нужно ли было ему то что вот этот вот молодой на то время человек 54 лет по сравнению с тем кто до него до него был да 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 абсолютно он был самый молодой член политбюро пока вот звонков нет мы наверное можем напомнить нашим радиослушателям вообще его биографию что он делал ну я не думаю что я думаю что биографии вовсе просто надо поговорить о том времени что тогда было ощущение твои все таки и тебе и мне на тот период было уже достаточно лет чтобы мы могли как-то рассуждать о том что происходило правильно то есть будем так говорить по моим ощущениям то что мы видели то что я видел буду себя говорить это то что советский союз напоминал человека будем так быть тех же руководителей данный тот период который мы руководили и по состоянию здоровья тоже то есть советский союз был глубоко больной системой которая это был вопрос времени просто когда это все развалится когда это все закончится я не думаю что у горбачёва были какие-то то есть насколько молод час перед тем как выходить в эфир мы говорили немножко по чуть-чуть буквально по поводу этого времени и горбачёв хотел модернизировать систему понятно что он не хотел как сейчас утверждает великий эксперт владимир соловьев что он хотел развалить начать советский союз модернизировать до называет его предателем так далее ну у таких подонков как соловьев своя система мер вот а но я уверена сто процентов что горбачёв развалить советский союз не хотел у него были свои ценности у него были свои взгляды естественно как говорится эти взгляд с этими взглядами можно спорить но то что он не хотел развала советского союза это точно ну давай продолжим тему того что он все-таки закончил московский государственный университет а это после сталинское время и естественно там были другие настроения в то время когда он учился он закон он юрист по образованию и конечно же если его может быть в начале он был карьерист комсомолец партиец как и все в то время кто хотел сделать карьеру искренне как и многие люди в то время я считаю он верил в социалистические идеи но считал что сталинское время просто а ваши два и на зону пожалуйста звоните добрый день добрый день братья брумеры можно высказать свое мнение пожалуйста можете говорить да вы знаете это черт меченый это предатель своего государства при котором начали с межнациональные конфликты когда он стал так и пошли все межнациональные конфликты перечислять их не буду но их очень много и гореть ему в аду спасибо спасибо за ваше мнение я с ним не согласен полностью потому что любой бы кто пришел на месте горбачева все закончилось бы одним и тем же если страна лежит без будем так говорить с инсультом до полной отключки то реанимировать ее практически даже самый талантливый хирург даже самый талантливый хирург принципе я не знаю сколько вам лет в один но невозможно было весь вопрос что национально национальные отношения были загнаны в угол и и когда горбачев естественно дал возможность людям свободно об этом говорить и принимать какие-то решения все пошло в разнос это поэтому то и вопрос в том нужно ли было советскому народу свобода звоните говорите нужно ли было а может быть и не надо было может это его главная ошибка на сидели бы сейчас каждый в своей как говорится в своем государстве там украина как за их республиках да вот может быть никому бы него не было бы возможности ни у кого бы не было возможности уехать в америку в израиль наш пролив до начать по это или рассуждать свободно они на кухнях между собой и шепотом самое достоинство большое горбачева заключается в том что он дал возможность людям свободно мыслить то что не люди не могли делать он это не могли делать на кухне и шепнуть друг другу а в тридцатых годах 40-х и 50-х годах даже если ты на кухне шепнул ты сразу оказывался местах не столь отдален но он и дал возможность деятельности свободной при нем появились первые кооперативы сегодняшние миллионеры и сегодняшние так называемые депутаты которые что-то как-то они говорят что они сделали это его возможность причем при всем при этом они его еще и проклинают да они его проклинают но именно он им дал возможность заниматься какой-то деятельностью что-то создавать естественно человеческая натура особенно советского человека который ничего не имел просила большего появился бандитизм естественно потому что когда все закупорено ты ни о чем не знаешь когда тебе дают свободу каждый начинает каждый считает что он сам себе закон вот но в этом-то в этом-то все и дело в этом-то все и дело и ну плюс будем так говорить появилось такое оно и раньше было такое чувство человеческое как зависть да но она стала больше и больше как говорится появляться людей потому что у них ласе мечи горбачёв было действительно замечательная жена рейса максимума горбачёва женщина интересной по сравнению с тем кто был до начит до того как появился горбачёв и жена брежнева и жена хрущева не создавали советскому союзу какой-то как говорится портрета красивой советской женщины а тут появилась умная интересная до женщина с характером рейса максимума горбачёва была женщина с характером интересная ну как говорится советский человек показал насколько он зависит согласись эдик что и политика появилась появилась политика начали люди обсуждать что-то появился парламент настоящее где появились свои звезды собчак афанасьев старовойтова это все были настоящие интересные интеллигенты люди которых узнали тот же станкевич который сегодня абсолютно невнятный человек но это все то время было интересное время открылись архивы связанные с 37 с репрессиями 30-х годов 40-х и звонок принимаем пожалуйста говорите добрый день говорить позже какой свободы не было вадим ратию все сказал никакой запрещен никакой свободы не было когда следила либо следила за кем человек отключился звонок пожалуйста говорите долин долин долг говорите пожалуйста а здравствуйте это филадельсия вас очень ярко очень все правильно говорите оцениваете ту эпоху совершенно профессионально и те кто звонят и говорят сейчас о том что гореть ему в аду они даже не понимают что то что они говорят это он им дал хотел он этого или не хотел но результате распада такой огромной страны которая была склеена склеена просто у нас появился кислород и она бы все равно распалась потому что знание которые мы там получали вступали в противоречие с развитием всего цивилизованного мира спасибо вам спасибо вам спасибо за то что слушать а короче восьмидесятка в середине восьмидесятых годов за всеми следили а вот самой большой проблемой как мы сейчас выяснили был алкоголь советского человека забрали алкоголь то чем его как говорится поддерживали его состояние на протяжении семидесяти лет адекватное адекватное состояние это алкоголь и тут его изъяли поэтому советский союз рухнул потому что пить было нечего вот а еще да пропала колбаса докторская знаете это так интересно слушать и рассуждать и за всем следило кгб особенно при горбачеве особенно за тем что люди читали в журнале огонек вот за этим следило кгб надо добавить конечно что горбачева проталкивал всесильный начальники гб антропов это тоже правда но антропов не был так просто как многим кажется он видел способности молодого партийца его абсолютные он был интеллектуал и еда он хотел он хотел чтобы к высшим постам пришли его люди этими как ты думаешь я перебью тебя антропов хотел модернизации советского союза он хотел модернизации советского союза какому типу но это чтобы было бы это за страна его он прожил это это было бы наверное модернизация в стиле кгб даже сегодня она бы походила может быть на сегодняшнюю систему наверно потому что об антропов по другому и не мог поступить он по другому и не знал у нас есть звонок говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день все что вы говорите этих частично конечно верно но частично абсолютно неверно проблема в том что андропов умер если бы он остался в живых то он бы делал бы тоже то самое только благодаря своему политической воле он бы не допустил ни национальных волнений ни развала советского союза к сожалению он умер и горбачев пытался делать то что он мог быть планировал андропов но он был абсолютно политический шлабак у меня он добился дошел до того чтоб произошел государственный переворот и он не опирался на людей которые были сильнее его вот это вся трагедия а у меня к вам быстрый вопрос пока у нас нету звонков алё отключился человек да я слушаю у меня к вам такой быстрый вопрос вы считаете что при андропове ну так спрогнозируем ситуацию да если бы если бы андропов остался жив и правил бы дальше то советский союз не распался бы вообще или это бы случилось немножко позже чем допустим девяносто первом году я думаю что советский союз пошел бы по китайскому сценарию медленно медленно переходили бы в капитализм медленно и подымали бы экономику то что произошло в китае сегодня так что сравните россию и китай сегодня и вы поймете разницу почему горбачёв при всех своих его лица положительных моментах сделал больше хуже чем лучше а может быть это хороший но что делать если ты не можешь сделать у тебя не хватает политических сил и тебя не хватает характера ну вот такая вот трагедия хорошо а была ли возможность у горбачёва как говорится действовать по другому без конечно без надо было распустить коммунистическую партию очень сильно перейти на новое поколение держать держать страну не дать украинским националистами прочим литовским а убежать те люди которые сейчас на россию это кто литовцы и украинцы те которые завидовали россии которая съела в свое время русь литовскую вот вся трагедия в этом вы знаете я а у нас есть звонок еще до спасибо знаешь эдик я считаю что когда человек человеку или обществу даешь свободу ты ему даешь определенные возможности и весь вопрос в том как это общество или человек воспользуется этими возможностями то же самое как в сша ты приезжаешь тебе говорят вот пожалуйста у нас есть то 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 пользуйся делай вот делай свою карьеру но сам а то как распорядился советский союз страной знаешь я тебе скажу есть звонок потом мы прогоним говорите пожалуйста добрый день добрый день да 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 говорите пожалуйста ну например первый вопрос как люди рассуждают но китай же не распустил коммунистическую партию ну да наоборот он сейчас сделал первого секретаря или какого-то пожизненным председателем то есть он усилил все поэтому сравнивать с китаем и говорит о том что россия бы не распалась ну и так далее так далее это все глупости китай что получится с китаем еще неизвестно все как часто китай китай а у китая доход от самая воловой продукт на душу населения в пять раз 45 раз ниже чем соединенных штатах китай все думают что китай передовая страна так стал отсталая страна кроме того в китае одни китайцы ну вот это наверное есть государство одни китайцы точно так же как больше одни поляки спасибо у нас есть следующий звонок спасибо большое что вы говорите добрый день добрый день добрый день добрый день вот у меня отношения к Михаилу Раисовичу Горбачеву двойствию двойствию во первых герой что он взял облазал кооперативы и этим он обогатил номенклатуру то есть партийных чинуш комсомольских чинуш директором магазинов и ресторанов помните как все начиналось помню продавали на рынке это ваш покератив а с другой стороны я ему очень благодарен за то что мы здесь это тоже он сделал согласен спасибо спасибо ей звонок говорите пожалуйста добрый день здравствуйте алло здравствуйте я звоню из Лос-Анджелеса я из Грузии сама очень приятно а вот буквально два дня назад мы отмечали 30-летие после 9 апреля в Тбилиси да я напоминаю что это было случилось в 1989 году я это хорошо помню да так что вот по отношению свободы я бы тут с вами согласилась спасибо спасибо а есть звонок еще да говорите пожалуйста добрый день добрый день вы понимаете Горбачев просто оказался не готов к этой должности он в принципе малообразованный человек который не получил систематического образования человек воспитывался где-то в селе там в станице воспитывался потом где-то учился получается как производственник а мы знаем что производственники это были люди которые поступали там после рабфака и брали даже там с любимыми оценками лишь бы коммунистом был он потом прям был может там свором становился но в принципе образования не было никакого совершенно и он не понимал понимаете когда он вводил сухой закон это он делал или как агент ЦРУ или как человек который в принципе не соображает что это было не дело не в алкоголе а в том что этим алкоголем водкой балансировали бюджет люди платили зарплату товаров никаких не было и что им делали получается сдавать эту водку которая себе стоимость была одна копейка продавать там за в тысячу раз дороже ее и в принципе был баланс когда ее убрали через пару лет Павлов сказал что Павлов сделал в принципе инфляция началась нет не было чем зарплату людей запирать я с вами будем так и частично я с вами в чем-то согласен единственное я с вами не согласен это развалил Советский Союз в конце концов это сухой закон вот в чем оказался в том шахтерские забастовки он не смог проявить понимаете китайцы когда у них вылечили студенты они их подавили а шахтерские забастовки которые начались в Междуреченске потом на Донбасс они им дали он показал свою слабость и поэтому страна развалилась спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день я жил во времена перестройки в Советском Союзе и видел сколько горе и трагедии принесла эта свобода и эта перестройка как люди голодали как ходили в лес собирать там птики, луки продавали чтоб как-то выжить чтоб покормить своих детей как убивали друг друга за кусок хлеба это принесла перестройка и свобода а вы считаете что ее не должно было быть алло а вы считаете что не должно было быть ни перестройки ни свободы должен был быть Советский Союз что такого человека как Горбачев до власти допускать нельзя было он хотел сделать новый Союз а сделал разрушение значит человек который не умел делать ничего он не должен был быть у власти конечно это коммунистическая партия виновата что она привела к власти таких бездарей и мерзавцев как Горбачев и Ельцин страна конечно должна была развиваться и свободы не было я сам получил немало от КГБ и мои родители имели проблемы но это не значит что нужно было поступить так бездарно и так безобразно как поступил Горбачев и Ельцин хорошо спасибо за ваше мнение следующий звонок говорите добрый день добрый день братья Брумеров скажите пожалуйста вы уважаете президента Рональда Рейгана да уважаю из его воспоминаний из его мемуаров я зачитаю вам маленькое предложение только быстрее пожалуйста да да пожалуйста и пропал человек когда я шел на встречу с советским генсеком то ожидал увидеть одетого в хрестоматийное большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища вместо этого меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Рада Манхэттен взглянув на него я подумал да этот человек он продаст нам все что нам нужно вот вам и высказывания в мемуарах Рональда Рейгана о горбачёве ну так это ж комплементарное высказывание ну и хорошо что он увидел нормального живого человека а что он должен ей звонок говорите пожалуйста мы потом продолжим говорите говорите добрый день здравствуйте 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 спасибо вам за передачу Эдуард но я хочу внести маленькую поправку да пожалуйста для вашего комментатора дело в том что мы живём уже 40 лет в Америке и когда мы уезжали и эту возможность предоставил нам Брежнев а не Горбачёв это первое а когда Горбачёв приехал в Америку был уже президент Реган и а Реган очень умный был человек и он сразу понял какой генсек такого союза который был number one в мире его все боялись и в первую очередь Америка тоже он понял мягкость этого человека и ему нужно было чтобы Советский Союз распался на мелкие государства и это не достоинство Горбачёва это работа Регана спасибо а вот предыдущий правильно сказал что это было при Регане и что читал как были одеты и Горбачёв и его супруга и вся Америка ждала когда супруга появится в Блуменделе и будет мерить бельё нижнее но в этот момент давайте мы уже это не будем а говорите я хочу прокомментировать то что сейчас женщина говорите пожалуйста добрый день никто не говорит короче да говорите пожалуйста добрый день обвинять Горбачёва в предательстве это большая победа советской пропаганды что он сделал кого он предал то что распался советский союз всякие эти объединения как советский союз разных стран можно сказать как европейский союз все это к добру не приводит освободились нас спасибо говорите давайте невозможно алё да здравствуйте да нам надо уходить на рекламу поэтому немножко короче пожалуйста ну я хотел поддержать человека который говорил про Андропова во-первых потому что у него у Андропова были большие планы по изменению страны и они были достаточно грамотные чего бы мы хотели но он просто к сожалению умер он по здоровью не вывез мы сейчас уходим на рекламу спасибо большое мы возвращаемся в передачу политинформании сегодня мы говорим о михаиле горбачёве и том замечательном времени которое тогда было наш телефон 847 4 до 0 5 2 2 0 перед тем как принять звонок я очень быстро отвечу женщине нашей радиослушательности не знаю ее или отчество по поводу того что их отпустил в эмиграцию 40 лет назад брежнев хочу вам напомнить что вас отпустил не брежнев а поправка джексона венека вас отпустила в эту эмиграцию если бы не это поправка а почитайте о чем она говорила вас бы в америке то время никто никогда бы не отпустил это не заслуга брежнева заслуга горбачёва в том что именно он просто так просто так открыл эти двери и люди смогли выбирать куда им ехать сша в израиле еще какую-то страну а брежнев тут ни при чем принимаем звонок говорите пожалуйста а вот добрый день один я разговариваю с господином брумером да да с нами один грунт можно вам задать вопрос пожалуйста а вот только что предыдущий звонил и сказал что андропову были большие планы в отношении ссср но к сожалению андропов умер я подсказал так что к счастью андропов подох а вот как вы считаете какое ваше мнение по этому вопросу будь любезна я вам скажу спасибо за ваш очень интересный вопрос сначала я отвечу потом мой соведущий ответит я считаю что в принципе я с вами согласен потому что демократия по военному а такому с военным режимом который был бы при андропове а это было это уже было видно при андропове те кто жил это было очень хорошо видно какая мод какая модернизация или что за этим может стоять поэтому будем так быть они я не желаю никому значит смерти так далее до комментировать но то что он ушел вовремя я бы так поправил да то что андропов ушел вовремя я считаю это было благом давайте мы еще раз вспомним а сегодня многие говорят о том что у нас есть звонок ну давайте тогда звонок примем да говорите добрый день говорите пожалуйста и приключите радио добрый день добрый день вы знаете многое можно простить руководителю трудно судить договора с его действия но я недавно прочитал о том что при горбачеве было сделано землетрясение в армении как-то на этот город где погибли тысячи и тысячи людей это землетрясение было вызвано испытанием атомных бомб мне кажется такие преступления простить нельзя спасибо спасибо за ваше мнение спасибо говорите алло да да говорите добрый день можно пару слов пожалуйста конечно конечно вы знаете мне больше всего понравилось выступление слушателей первое что горбачев был не образованный человек окончил университет и так далее а второе что он был агентом цру и массада замечательно говорит о слушателях ну у нас следующий звонок да говорите пожалуйста здравствуйте здравствуйте а я хотел бы напомнить нашим уважаемым господам а кто уничтожил все виноградники кто посырял войска в Грузию в грибалки и скажите пожалуйста вот вы сказали что хирург не может уничтожить раковый опухоль но народ был все время взяты вдруг он сказал пейте все что хотите хотите окон границы людям которые когда еще просто не смогли осознать всего этого что он отдал Невчину который против оставшуюся Россию и только благодаря вот не знаю там останутся более-менее Россия стала с коленем на ноги спасибо спасибо естественно в то время не было все идеально мы не идеализируем Михаила Сергеевича Горбачева он был человек своего времени он так понимал развитие своей страны и старался это изменить вы просто вспомните то время культура политика отношения с западом в сравнении все идет в сравнении сравните сегодняшние отношения с западом и отношения те отношения с англией с германией сейчас многие будут естественно нас осуждать и скажут что он все продал но не продал он делал возможность он во первых он отпустил восточную Европу это надо тоже понимать но нельзя удерживать страны которые не хотят быть с тобой в союзе он им дал возможность развиваться так как они хотят и они сегодня ему благодарны может быть не все но прибалты точно благодарны как ты думаешь я думаю что не только прибалты благодарны а весь варшавские как говорится вот это те страны которые состояли в варшавском договоре и польша и венгрия и чехословакия которая разделилась на две кстати успешных республики поэтому да я трагедии происходили ни одно государство которое будем так говорить идет как корабль титаник на эти скалы не может претерпеть того что претерпел это большая трагедия кстати самого горбачева тоже то что происходило в грузии то что происходило в вильнюсе в азербайджане все вот эти накопленные конфликты они не просто так появились почему-то все сбрасывается именно на горбачева они не просто так появились все эти национальные отношения потому что вот этот вот дружба народов о которой так сказать в союзе кричали ее не было ну просто ее не было я служил в советской армии и поверьте я знаю что такое дружба народов очень хорошо знаю да там она была очень хорошо выявлялась все вот эти вот мир мир значит труд дружба там жвачка и так далее так далее понимаете есть такое слово оно может не очень корректное называется туфта так вот это так и называлась вот это вот то что советский союз вот это образование вот это все было понимаете Горбачев просто навсего А он по-другому не мог Горбачев поступать Потому что он был человеком своего времени Он был системой воспитан Но он был первым человеком Может быть даже я могу сказать В какой-то степени даже вторым Потому что Хрущев Сделал какой-то такой шажок вперед Тем что он попытался Попытался модернизировать эту страну Потому что люди пили Беспробудно Беспробудно Понимаете Невозможно делать что-то Когда человек не в состоянии вообще понимать Что вокруг происходит Давай Эдик скажем еще В плюс к Горбачеву Он восстановил отношения с государством Израиль Которые были Оборваны Когда? В семьдесят Но в шестьдесят восьмом году В шестьдесят восьмом году И многие евреи смогли уехать К себе на историческую родину Слово Израиль перестало Сионизм перестало быть ругательным Словом То что мы сегодня свободно можем говорить И в России тоже И я хочу кстати То что ты сказал Стало возможность смотреть фильмы Которые раньше были в Советском Союзе запрещены На полках да На полках Во-первых Ложились фильмы которые были созданы Отечественными кинорежиссерами Такие как Андрей Рублев Комиссар Вдруг стало возможность через 20 лет Посмотреть эти фильмы Интервенция Да Стало возможность читать книги Которые были запрещены Дети Арбата Рыбакова Да Сенсация Дети Арбата Вдруг Это жизнь и судьба Гроссмана Который Как говорится Суслов предрекал вообще Что она никогда не появится Очень рекомендую многим Кто жалеет В Советском Союзе Посмотреть фильм Если вы не видели Называется Пролетая на гнездом кукушки Это американский фильм Милоша Формана 76 года Да 76 года Джек Николсон Оскар Много Оскаров И так далее Где герой Фильма Произносит одну Очень фразу Интересную По какому поводу Посмотрите Когда он смотрит И говорит Я хотя бы попробовал Так вот это Я хотя бы попробовал Оно относится Именно к Микаилу Сергеевичу Горбачеву Принимаем звонок Говорите пожалуйста Добрый день Алло здравствуйте 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 Я такое причине Что вы Какой-то Нашину Нюхались По приказу Горбачева Когда был На Прибалтику Сейчас до сих пор Вонослужащие Советского Союза Отвечают За его действия Как глава Маман Я хочу Ответить Молодой человек Не молодой человек Если вы Сами нюхаете Анашу Не надо Это спирать На нас Я просил В начале передачи Держать себя в руках И быть корректными Мы принимаем Следующий звонок Говорите пожалуйста Я с вами Абсолютно Согласен Ваше высказывание Что абсолютно Справедливо А я просто Два слова Хотел По поводу Горбачева Я согласен С тем Что вы сказали Надо еще Учитывать Что жена Горбачева Раиса Максимовна Она была Очень умная Интеллигентная Женщина Она была Доктор наук И во многом Его положительные Решения Были Каким должен Стимулированы Раисой Максимовной Это действительно Был В своей области Незаурядный человек А не то Что там Какая-то Свиноматка Нинка Хрущева И тому подобное Свиноматки Вот Собственно Это мое мнение Спасибо Спасибо Значит Я бы хотел бы еще Обсудить тему Одну Прежде чем мы Примем звонок Это окончание войны В Афганистане Это очень важно Чтобы мы это еще Обговорили Поговорите Пожалуйста Говорите Окей Значит Мы продолжаем Разговор И Как я сказал Я хотел бы Обсудить тему Окончание войны В Афганистане Давай примем звонок Хорошо Говорите пожалуйста Добрый день Еще Вы знаете Вы говорите У него заслуга Что он дал свободу На самом деле Он дал свободу В сумасшедшем доме И в принципе Люди получились Как знаете Буратино Который попал Страну дураков Которых Вымпотом Посредством ваучера Вымолили всю собственность И люди Просто олигархи Там пару человек Стали Скупили всю страну По большому счету Оставили людей нищими А вы считаете Что вы правильно Относились к советскому народу То есть Это была страна Дураков Или страна Совершенно Они не были готовы Потому что Воспитание было совершенно другое Они были идеалистами Которые считали Что человек Человеку Как воспитывать Мы не жили при капитализме А потом Бах-тарарах А когда надо было И люди Которые Работы Учителями Бюджетниками Люди остались Нищими стали Да Но весь вопрос Стоп А когда же Это должно было наступить Когда люди вырастут Когда Сразлею Да Когда у них Сознание Понимаете Это повезло нам Что мы уехали А кто остался Там вымирали люди Это поколение По большому счету Но вопрос в том Что дали возможность Жить Людям Каждый выбирает Сам себе Только Вот понимаете Вот из бедсом саду Дети Живите свободно Пожалуйста И что будешь Детьми Они погибнут просто Они погибли Я понимаю вас Ваше мнение Замечательно Я вам приведу Один пример Петр Первый Понимаете Он в свое время Глубоко Плевать хотел На то Что бояре Не хотели сбривать бороды Понимаете Если бы не был Петра Первого Не было бы Великой России Я думаю Что в то времена Если бы существовал интернет И как говорится И радио И телевидение Да То про Петра Первого Тоже можно было бы услышать Много чего негативного Хотя сейчас находятся люди Не было бы израиля Понимаете Люди У каждого Судьба Обла своя Это Это Вселенная Спасибо Спасибо Говорите Говорите Пожалуйста Здравствуйте Я хотел вам Напомнить Такую еще Вещь Что Америка Тоже Кила И так Дела Что даже Вели Сухой Закон Не спилась Правильно Америка Давайте вспомним его Встречу В легкарике С Рейганом Да Вспоминаем Ну и что там был Договор С отношеник Израилю Я вам напомню Что Рейган В Израиле А Спасибо Спасибо Я напомню Радио Слушатели Что Рейган Очень сильно Оценил Переговоры Горбачева И даже Заметил Что он Проиграл Ему В каком-то Смысле Поэтому Он не был Слабак Изначально Но все Таки я хотел Бы Вернуться А у нас Есть звонок Да Ну хорошо Давайте Мы с меня Говорите Добрый день Алло Здравствуйте Я внимательно Слушаю Вашу Дискуссию Я бы Хотел Напомнить Тем Кто Говорит Что Горбачев Развалил Советский Союз Что он Как раз Его Хотел Укрепить Даже Новый Союз Развалили Его Как раз Гбэшники Военные Правые Которые Затейли У людей Память Когда Союз Развалился Когда Они Напугали До смерти Все Союзные Республики Своим Этим Новым Переворотом Они Все Развязались А до этого Они Все Хотели Подписать Вот Союзный Договор Причем Здесь Горбачев Который Яро Стоял Советский Вот Этот Момент Потом Говорят Что Он Продался Дом Наконец Ослабил Напряженность Огромную Напряженность По ракетам Средней Дальность Спасибо За ваше Мнение Спасибо Говорите Говорите Алло Пожалуйста Говорите Либо мы Переключимся Алло Да да Говорите Пожалуйста Вы меня Слышите Да да Мы вас Слышим Пожалуйста Очень Хорошо Вы все правильно Говорите И объясняете Людям Что Не конкретно Горбачев Страна шла К этому Как всякая Система Которая Умирает Тогда Ходил Интересный Анекдот Какая Будет Следующая Пятилетка Пятилетка Похорон Политбюро Поколение Которое Было Умное И остается Умным А наверху Загнивал Этот Аристократический Класс Под названием КПСС Они сами Хотели жить По другому И все это Вступило в Большое Противоречие И рухнуло Потому что Построенный Советский Союз Как он был Построен Это все таки Была Нежизненная Система И 70 лет Показало Что Нарыв Взорвался Был бы Горбачев Был бы другой Все равно Взорвалось Взорвалось Потому что Мы Вы Которые Сейчас Ведете Это радио Думали Уже По другому На кухне Говорили По другому Видели Все По другому Но Вы не могли Ничего Сделать Пока Она Само Не рухнула С помощью Изменений В мире Вот и все Не надо Нам Наша проблема В том Что мы Видим Этот распад На своей Короткой Жизни Но никто Не видел Распад Османской Империи Римской Империи И всякой Империи Которая Была Построена На насилие Вот и все Спасибо Спасибо Говорите Добрый день Добрый день Говорите пожалуйста Алло Да Алло Добрый день Вот я хотела Вас спросить Все ему Упрекает Горбачева И в том И в том И в том А ведь все Что его В чем его упрекают Это все было До него После него И во время Его власти А то что Половина вашей Слушательской Аудитории Не евреи Которые Вы говорите Дали возможность Половина Большая часть Русских И украинцев Вашей Сульской Аудитории Вы об этом Не упоминаете А ведь он Он открыл Двери Он открыл Ворота Железный Занавес Это при нем И все Расползло Весь Советский Союз Расползся Все украинцы здесь И поляки здесь А вы только Говорите об евреях Вот только Да Вы из евреев А вы знаете Что когда Должна была быть Парк конференция 19 Прекратили прием Выдачи всех документов В АВИРе Потому что Ждали что его снимут Что его сбросят С власти И лишь потом Начали выпускать И опять Открыли Эту лазейку А вы все Упрекаете Этого несчастного Горбачева Хорошо Спасибо за ваше мнение Я вам сразу отвечу Мы говорим Не только про евреев Он дал свободу всем Немцы По-волжски Смогли уехать в Германию Которые жили Тоже в Казахстане Греки смогли уехать В Грецию Многие смогли уехать И не держаться За эту страну В том числе И про религиозным причинам Поэтому вопрос Не только в евреев У нас есть звонок Да Говорите Пожалуйста Здравствуйте Я хотел бы еще Знать и напомнить Про Сахарова Конечно Спасибо за то Что напомню Его Горбачев Наш любимый Унижал На этом 25-м Сези Фактически Он был Виновен его смерти А то что Открыли Звездные зоны И так он правильно сделал Всех бодняков Подпустил По всему миру Пускай теперь Его остальные Но он и вернул Сахарова Из ссылки Вы же не забудьте Что Сахаров Встал Он вернул Его и ссылки Говорите Нету звонков Да Да По поводу Сахарова Мы Как говорится Две темы Которые мы Вот обсуждая То время Не говорили О Андрея Сахарове Академике Сахарова И вот мы Как-то пропустили Тему То что Геннадий Говорил По поводу Афганской войны Кстати Хочу напомнить Что именно Афганская война Стала одним Из тех мощных ударов Тоже мощных ударов Детонаторов Да По системе Советской Потому что Хочу напомнить Мы сами Из Минска Да И в Минске Есть такая Там много кладбищ Есть Есть такое Чижовское кладбище Те кто Из Минска Те меня поймут И когда Заходил на Чижовское кладбище Целая аллея Молодых ребят Офицеров И солдат Которые погибли Непонятно За какие Интересы И это тоже Стало Понимаете Мифический Интернациональный долг Да Это Значит Обвинять Горбачева В развале Советского Союза Тут наш Радиоуслушатель Говорил По поводу ГКЧП Горбачев Хотел Сохранить Советский Союз Он шел К этому Он торопился К этому Но Я считаю Что единственная Его большая Действительно По большому счету Большая Ошибка Это То что Он не разбирался В кадрах Ну Бывает такое Вот Случается Такое Да Он подобрал Людей Которые В конце концов Предали И Республики Которые увидели Что произошло Они решили Больше Не участвовать В совместных Будем там Быть Проектор Вот и все И к сожалению Он оказался Не диктатором По большому счету Он мог держать Сожалением И в счастье Ну К сожалению Многих Радиослушателей Которые звонили Он оказался Не диктатором Он был Европейский Политик Который Который Дал Возможность Людям Самим Определять Своё Будущее Вот Многие Из них И Определяли И в Экономическом Плане И В том Что они Захотели Уехать Кто-то Захотел Начать Новую Жизнь И я Считаю Что мы Должны Быть Ему Благодарны За Многие Вещи Кстати По поводу Экономики Хочу Напомнить Многим Тех Действием Да То есть Очереди Они вообще Существовали Всегда В Советском Союзе Советский Союз Без Очередей Это Не Советский Союз Да А проблемы С продовольствием Они начались Еще Кстати При Брежневе Просто Об этом Мало Говорили А при Горбачеве Стали Об этом Говорить Открыто Поэтому Все Что Сейчас Люди Начинают Сбрасывать При Горбачеве Было Это Да При Горбачеве Было Это Были Трагедии Мы Это Не Отрицаем Многое Было Да Многое Было Отрицательно Понимаете Здание Которое Вы Пытаетесь Отреставрировать Да И здание Которое В принципе Держится На Спичках А надо Было Только Как говорится Эти спички Либо сломать Либо Поджечь И оно Рухнуло Потому Что Изначально Советский Союз Был Построен На Крови Изначально Если Кто Со мной Не Согласен Это Ваше Дело Я Считаю Именно Так И Все Должно Было Закончиться Тем Чем Оно Закончилось Но Это Не Вина Одного Человека Пишите Пишите На Ютубе Ваши Комментарии Если Вы Чем То Не Согласны Мы Будем Рады Всегда Это Прочитать И Может Быть Когда Нибудь Мы Пробуем Резюмировать У нас Нету Это Я Хочу Пожелать Михаилу Сергеевичу Горбачеву Здоровья И Долгих Лет И Пускай Каждый Из нас Останется При своем Мнении До свидания